Санкт-Петербург – великий русский город. До 1918 года столица российского государства. Здесь в 2015 году отмечалось столетие Санкт-Петербургского буддийского храма Гунзэ Чойнэй. Буддизм в России с 1741 года считается одной из нескольких официальных религий. Но во времена пребывания у власти большевиков в 20 веке учение Будды здесь было практически полностью уничтожено. Тысячи священнослужителей, лам, умерли или были расстреляны в тюрьмах. А культовые сооружения, храмы стирались с лица земли. Лишь два датсана в Бурятии пережили это трагическое время. Третий храм выстоял в Санкт-Петербурге. Именно по этой причине его столетний юбилей – большое событие для всех российских буддистов. Оно не могло пройти незамеченным и для светской власти Санкт-Петербурга. Программа «Прагнование» была организована масштабно. В Петропавловской крепости 28 сентября была открыта выставка с уникальными экспонатами буддийской культуры и живописи. Здесь, в Петропавловской крепости, собрались, вы, наверное, на эфише видели, очень много наших музеев. И они предоставили свои экспонаты. И вот здесь вот эта выставка рассказывает, что Санкт-Петербургский датсан, его история, она была очень непростая. Здесь же ламы из бурятского датсана Калачакры построили песочную мандалу Авалакитишвары – Будды Сострадания. Сама мандала, она является обителем, дворцом самого Авалакитишвары, с егошним окружением. И туда мы приглашаем, сверху построив мандалу, приглашаем божеств. И божество спускается, и освящает нашу землю, и люди, которые здесь, эта земля, получают благословение. Знаменательно, что на празднование прибыли представители всех трех республик, где традиционно исповедуется буддизм – Бурятии, Калмыкии и Тувы. Бурятию представлял Хамбалама Дамба Аюшеев, а также настоятели датсанов, которые находятся под его руководством. Калмыцкую делегацию составили почетный представитель его святейшества Далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ, глава буддистов Калмыкии Тело Ту Куринпаче, а также настоятель центрального калмыцкого хурула Гилонг Мутыл Авьянов и министр культуры и туризма Республики Калмыкия Хонгар Эльбиков. Туву представлял верховный лама республики Лапсан Чамзы. Можно констатировать, что это была редчайшая встреча руководителей крупнейших буддийских общин трех республик. Представить здесь на таких мероприятиях мы считаем за честь, поэтому многие наши шереты ламы, главы датсанов, представители, будем говорить, глав республики Калмыкии, Тувы. Здесь мы все одинаковые, понимаете, да? Мы у себя там делимся, Калмыки, Буряты, Литвовинцы, да? Но здесь в Санкт-Петербурге мы являемся буддистами. Вот это у нас своего рода особенность вот этого буддистского храма. Встреча в Санкт-Петербурге, когда все вместе молились у мандалы Авлакитишвары, указывала на единые корни трех монгольских народов, но главное, на общую для всех и бурят, и калмыков, и тувинцев желтошапочную традицию великого джет-санкапы. После молебна на открытии выставки прибыл губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, который ознакомился с экспозицией, а затем в торжественной речи поздравил всю представленную здесь Санху Россией со столетним юбилеем Датсана Гунзэй Чойнэй. Важно отметить, что городские власти к торжественной дате провели масштабную реставрацию здания, фасадные и кровельные работы, восстановили витражи, сделанные по эскизам Николая Рериха. Второй день торжеств проходил в самом храме и также начался молебном. Кажется, что вся столетняя история этого здания со времени его официального освящения сейчас проявилась в одном моменте в заполненном бордовыми одеждами зале, звучащей в унисон молитве призываний трех драгоценностей Будды, Дхармы и Санхи. Сто лет назад здесь точно так же молились великий Даржой Тигелов, тогда глава буддистов в Восточной Сибири, вместе с не менее великим Агваном Даржиевым, представителем Далай-Ламы XIII в России. Далай-Ламы XIII в России. К сожалению, всем его планам не было суждено сбыться. Пришедшие к власти после Октябрьской революции большевики подвергли храм разграблению, арестовали лам и ученых, многих расстреляли. Долгие годы Датсан использовался не по назначению, но это даже спасло здание. Здесь располагалась радиостанция и еще лабораторий Зоологического музея. С 1990 года он перешел Центральному духовному управлению буддистов СССР, правоприемником которой стала религиозная организация, зарегистрированная в Бурятии как буддийская традиционная Санха России, но не включающая в себя калмыцкую и тувинскую общины верующих, где буддизм так же, как и в Бурятии, традиционно исповедуется уже столетиями. Продолжая вспоминать историю, можно отметить, что религиозная деятельность Дагвана Даржиева была связана не только с Бурятией, но и с Калмыкией, где он проводил большую просветительскую работу и основал несколько хурулов. Общеизвестно, что строительство Санкт-Петербургского Датсана было осуществлено на пожертвование самого Даржиева, Далай-ламы XIII, Богдагегина VIII, а также на средства простых верующих жителей Бурятии и Калмыкии. Поэтому сейчас присутствие на юбилейных торжествах Большой Бурятской Санхи во главе с хамбаламой Дамбой Айшеевым и небольшой калмыцкой делегацией во главе с почетным представителем Далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ Верховным ламой Калмыкии Тело Тулку Ринпоче стало не только закономерным и знаковым событием объединения двух буддийских общин, но главное послужило совместным актом выражение почтения предкам всех народов, кто участвовал в строительстве Датсана. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для меня большая честь принимать участие в праздновании столетия этого исторического события. Это место проникнуто особой духовностью, ведь для того, чтобы построить храм, людям пришлось приложить так много сил, претерпеть самые разные трудности. В те времена посланником его святейшества Далай-ламы XIII в России был его партнер по монастырским диспутам Агван Дарджи. Через него Далай-лама XIII передал крупную сумму – денежное пожертвование на строительство храма. Строительству помогали и многие верующие буддисты из Монголии, Бурятии и Калмыкии. Когда вы входите в храм, то сразу ощущаете особую энергетику, ауру этого места. Я считаю, что этот храм важен не только для жителей Санкт-Петербурга, он имеет большую ценность для всей России. Связь с тибетской буддийской традицией, откуда перешли все духовные знания монголам, бурятам, тувинцам и калмыкам подразумевает поклонение проявленному на земле божеству сострадания в лице Далай-ламы. Планом Агвана Дарджиева пригласить для освящения Датсана самого Далай-лама тогда не суждено было сбыться, но и сейчас, спустя сто лет, эта задача кажется неразрешимой. Хотя среди простых верующих буддистов России Далай-лама является непререкаемым авторитетом, лидером и главным хранителем буддийской традиции, в то время, когда все три республики отправляют ежегодно в общей сложности десятки молодых лам на обучение в Индию, в тибетские монастыри, а к Далай-ламе ездят сотни, порой тысячи паломников, в самой России официальные власти, в угоду китайским партнерам, нарекли Далай-ламу Нобелевского лауреата премии мира сепаратистом и сделали персоной нон-грата для тысяч верующих всей страны. Портрет Далай-ламы находится в каждом буддийском храме, так же, как и в Санкт-Петербургском. И к нему непрерываемым потоком всегда подходят люди, чтобы выразить свое почтение и помолиться о долгой жизни драгоценного учителя и новых встречах. Далай-лама многократно повторяет, что буддизм – это не только строительство новых храмов или возрождение старых, не только красивые ритуальные службы лам. Буддизм, учение Будды прежде всего связано с изучением философии. Поэтому, безусловно, важно, что в Санкт-Петербурге служащие Датсана и городские власти отметили юбилей на высоком уровне, отреставрировали здания, организовали выставки, провели многочисленные встречи и конференции. Даже главный музей страны Эрмитаж на основе собственных фондов представил коллекцию буддийских предметов и икон. Здесь была построена песочная мандала, проведен ритуал ЦАМ. Но главным подарком для всех россиян в этот столетний юбилей, пожалуй, является то, что Санкт-Петербургский Датсан живет. Здесь собран хороший коллектив лам. Работает уже много лет уважаемый всеми настоятель Будда Бальжевич Бадмаев. То, что двери Датсана всегда открыты для тех, кто интересуется буддийской культурой и религией, ищет знаний и поддержки. Благодаря работе Датсана, а именно тех людей, кто служит там, уже тысячи петербуржцев и гостей с северной столицы открыли для себя драгоценные знания буддийской философии, смогли изменить свою жизнь в лучшую сторону. Поэтому хочется пожелать процветания этому месту с верой, что здесь и дальше будет возрождаться чистое учение Будды с опорой на подлинные духовные источники и заветы предков. Столицы, как таковое, это большой труд большого коллектива. Это и есть Санкт-Петербургская буддийская община. Как вы видели, мы на Столицы собрали всех. И почему люди сюда приехали? Потому что рано или поздно мы были связаны. Если говорить о планах, то планов много. Основные планы – это, конечно, как можно больше накопить добродетелей. Я надеюсь, что этот храм будет чем-то большим, чем просто исторический памятник, музей или храм. Мне хотелось бы, чтобы он стал образовательным центром. Я желаю всем, кто связан с Дацаном, продолжать трудиться во имя возрождения и развития буддизма, чтобы он вновь расцвел здесь, как когда-то. Я желаю им успехов во всех их начинаниях. Санкт-Петербургцы знали, что 100 лет этот храм нужен, 100 лет они его берегли, хранили. Этот буддийский храм, он влиться в образ жизни Санкт-Петербурга. Они воспринимают это как естественно. Понимаете, да? И самое то, что мы находимся здесь, и за 100 лет мы доказали, что мы такая религия, которая кроме помощи, кроме облагораживания, кроме культурного восприятия, мы даем еще, конечно, у нас есть физическая философия, другие вещи. И основной постулат, конечно, помогать людям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова